знаете я вот пишу сценарий сейчас вы дарника ждете нового видео от меня а в это время по sonic выходит новости в основном довольно плачевный у меня в планах не было этого ролика но так как здесь даже монтировать нечего подумал почему бы и нет конечно уже все кто хотел сделал разбор последних новостей по сонику я не знал как вас развлекать пока я пишу сценарий обзор на sonic ежик плюс у меня еще планах ролики по играм даже не знаю про какую игру сделать видео в первую очередь но еще ваши любимые истории персонажей я кстати слегка так подрастировался виде количество ваших просмотров а потом увидел сколько у меня сейчас подписчиков ну ладно это если что сейчас были новости по моему каналу но вы наверняка собрались здесь ради новостей с прямой трансляции sonic central я сразу как увидел анонс этой трансляции начал ждать ее с нетерпением потому что ну камон хоть какие-то новости по сонику за пять лет я ждал ждал но вы ушная сера у меня появились плохие предчувствия когда появился информация о том что трансляция будет идти 12 минут и сей этой прямой трансляции нам показали три игры про соника и в этих тизер которые они показали ничего толком непонятно ну разве что sonic colors ultimate из тизера например можно понять что игру сделают мега простой для детей новичков от семи до десяти лет вы наверное скажете а почему ты так сбежал три игры это разве не хорошо ну так я вам отвечу sonic colors ultimate круто ремастер старой игры которые мне и в оригинале не нравилось а ее еще и теперь сделают на детской сложности с улучшенный в кавычках график но об этом потом график это отдельный разговор потому что это это просто трындец дальше лучше немного но лучше речи sonic origins саму игру я возможно сразу куплю но не факт это все зависит от цены как бы факт что эта игра выйдет ладно извините сборник игр в который будут входить sonic 123 однако лс и sonic 7 я люблю эти игры но sega так тщательно в кавычках опять же отнеслась к анонсу этой игры что даже не умудрилась подготовить нормальный тизер дело в том что в ролике многие заметили что у третьего sonic разрешение экрана почему-то 4 на 3 они 16 на 9 sega начала всех успокаивать и говоришь что разрешение экрана был 16 на 9 просто они не успели подготовить это для презентации блин я конечно могу понять типа пандемии все дела но ребят это не отменяет того факта что у вас было пять лет ну ладно может четыре или три года но все равно этого времени достаточно чтобы подготовить все для 30 годовщины соника отговорки в духе мы просто не успели я не могу понять данной ситуации ладно давайте вернемся к sonic colors ultimate ну сперва я бы хотел сказать вам об одной плохой новости если вы помните sonic colors sonic озвучил не всем нам фанатам известный джейсон гриффит который подарил сонику чудесный голос в свое время а вместо него начиная с игры sonic colors соника начал озвучивать он роджер крейг смит худший как по мне актер на озвучание соника его голос не подходит нашему любимому синему ежу его голос слишком старый единственное роджер хорошо озвучил соника мультериале sonic boom я ненавижу этот мульт но там голос роджера подходил для соника идеально учитывая какой-то персонажей дизайн и характер но в последних играх озвучку роджера крэга невыносимо слушать и тебе хочется чтобы он как можно поскорее заткнулся у нас прошло десять лет после того как роджер впервые озвучил соника он уходит изъявляет о том что больше не будут озвучивать синего ежа фанаты которые были против озвучки в том числе я были рады этому событию в этом начали праздновать и уход и ну а вот и я снова вернулся к вам и моя судьба в ваших руках да он вернулся у меня два вопроса во первых как это произошло во вторых за что sega верните джейсона грифте what do you figure that was all about the hair and those arms and and look at the chaos emeralds so is this what you usually look like yeah this is the real me pretty cool huh 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 that's why we gotta live life to the fullest in the time we have at least that's what i figure right now all right egg man let's get this party started boy talk about cutting it close not really come on tell me you weren't scared if it wasn't for us you wouldn't have a chance well maybe you're right thanks knuckles you too tail а кстати а драма де он вроде как по слухам рассказывал свое мнение желание вернуться к озвучке соника это печально ждешь хорошего актера озвучки на роль соника получаешь вот его ладно я что-то загорелся в актерах озвучание я ведь хотел обсудить график sonic colors ultimate с графикой все плохо когда вышел первый тизер мне казалось да ладно они все исправит это всего лишь первый тизер да и графика наверно не такая уж и плохая ну и наконец-то вышли геймплейные ролики по этой игре и вы тоже видеть что это почему все такое мыльное и на 1080 пикселей настроил видео я не шучу ребят это ненормально так не должно быть почему 2021 году я вижу это мыльное барахло да еще за такую огромную цену да кстати игра выйдет на пк эксклюзивно в epic games не в стил в epic games я не просто так в этом разочарован дело в том что во первых стим больше функций во вторых в epic games частенько всякие ошибки случается я сам им пользуюсь то соединением проблемы то в аккаунт не могу уйти а в стим такого у меня не было так что да такие вот дела мало того что ремастер sonic alas выглядит как неудачный порт с детской сложностью так еще и игра выйдет вместо сим в epic games то про брелки и фигурки и другой мерчандайз я не буду говорить так как нет смысла единственное я хочу упомянуть что в честь годовщины соника выйдет концерт с музыкой и соника там будут мелодии соник англич к примеру концерт уже вышел и он мне очень понравился но правда там были не все песни и мелодии которые я хотел услышать например и sonic англич не было большинства мелодий но самые лучшие исполнили на концерте единственное я ждал измененную версию главной темы игры когда вы проходите уровень на самый худший ран ну а еще я ждал веревок battle нет ну серьезно как можно было про нее забыть правда она многих бесила в свое время так что я могу понять о о на 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 я п ну а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаменитая мелодия из не менее известного уровня с таким же названием. Затем она плавно переходит в песню My Destiny, которая звучит очень спокойно и красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Это, если что, песня Элис. Да, той самой Элис. В самом конце звучит His World. Сильно и грандиозно. Дима Торзок Дима Торзок Это было круто. Про все мелодии и песни я не буду рассказывать, потому что все самое интересное я уже описал. Но у вас заканчивается симфония и начинается небольшой перерыв. Я ненадолго отхожу. Не знаю, нужна ли вам эта информация. Я прихожу, проходит где-то одна минута и появляется он. Масато Накамура Родился 1 октября 1958 года. Японский музыкант, бас-гитарист и продюсер. Он является участником G-pop группы Dreams Come True, которая была образована в 1988 году и продала более 50 миллионов компакт-дисков. Он написал в саундтреке к видеоиграм Sonic the Hedgehog 1991 и Sonic the Hedgehog 2 1992. Я вначале его не узнал, но потом, когда в чате трансляции написали, кто он, немного задумываясь, я вспомнил его. Довольно логично было его пригласить, так как он музыкант, а концерт как бы посвящен музыке и Соника. Ну вот, заканчивается перерыв и начинается рок. Но вначале песни Sonic Colors. А всё, почему? А потому что будет ремастер Sonic Colors. Эх... Я не люблю эту игру, а уж тем более песни из неё, потому что они электронные, там сплошные биты. Молодёжь же любит биты, разве не так? Нет. Ну лично для меня так, потому что нет ничего запоминающегося в таких песнях, кроме слов, если вы их ещё и разберёте. Ну а так, как лично мне кажется, в песнях должна звучать мелодия, которую вы запомните и сможете напевать без слов. А тут, ну, давайте попробуйте спеть эту песню без слов. Эх... Давайте! Короче, как видите, я против таких песен. У всех своё мнение, поэтому не принимайте это за факт. Вам может такое нравиться, а лично мне нет. Так, ладно, извините, слишком много воды лью. После этого начинаются мои любимые песни. Но самое необычное, что первую песню по названию Endless Possibilities исполнил Nate Wants to the Battle. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если что, он делал кавери по Сонику на Ютубе, ну и не только по Сонику. Я его не ожидал увидеть, но я был приятно удивлён. После чудесного исполнения одной песни, начинается другая. Но её уже поёт Легенда. А говорю я, конечно же, о Джоне Геаэле. Надеюсь, я правильно прочитал. А вместе с ним песню исполняет его группа Крашфоти. И, о господи, это было круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, конечно, были не все песни. Например, где... Потом, вроде как конец, но нас спрашивают. Хотим ли мы ещё? Ну, конечно же, хотим. И начинается песня Escape from the City. В исполнении Nate Wants to the Battle. А на фоне будет ещё и симфонический оркестр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Песня заканчивается. Потом появляется меню выбора команды, как в Sonic Adventure 2. Прикалывает меня, разумеется, как они обозначили виды музыки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Симфонический оркестр, это команда героев. Рок-группа, это команда плохих ребят. Особенно под это описание подходит электронная музыка. А финальная история, это смесь всех команд, которые собрались здесь ради одной цели. Исполнить песню Living Learn. Задумка реально креативная. Да и песня реально круто звучит. Музыка в виде рока на фоне и симфоне особенно старается Джонни со своим замечательным голосом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ощущения у меня после концерта остались положительные. Годовщину Соника испортили. Он начал все концерт, и все плохие воспоминания ушли. Огромное спасибо организаторам за концерт. Все реально старались. Но ситуацию с играми это, конечно, не спасает. Песни в Сонике всегда были хороши, но с играми беда. Конечно, кто-то ждал анонсы на концерте, но, как по мне, не надо ничего ждать от концерта с музыкой. Им надо наслаждаться. И у меня это получилось. То есть было очень много музыки Sonic Colors и Sonic Unleashed. Кстати говоря о Sonic Unleashed. В мобильной игре Sonic Dash и Sonic Forces Speed Battle добавят нового, совершенно неожиданного, в отличие от Суперсоника, персонажей. А именно, я говорю о... Вере Хоги. Как раз таки и Sonic Unleashed. Но это так... Сега троллит фанатов Unleashed, в том числе и меня. Чувствуйте? Попахивает... Примастером Sonic Unleashed. Но это так, мои безумные теории, не принимайте за факт. На самом деле, после того, что я увидел в геймплейном ролике Sonic Colors Ultimate, мне как-то не хочется видеть ремастер Sonic Unleashed, максимум порт, в котором ничего не изменит. Разве что уберут этот баг с маленьким FPS. А так, я не хочу, чтобы эту игру портировали. Кстати, Sonic еще добавили в Minecraft. У меня скорее вопрос будет не зачем, а скорее, почему играть так неудобно. Управлять персонажем еле получается, так как реализовано это так себе. Серьезно, управление настолько тугое, что желание играть пропадает. Да и ладно бы с этим, но самой DLC с Sonic в Minecraft проходится достаточно быстро. Ну а еще на консолях локации прогружаются долго. Я даже смотрел трансляцию официального канала по Sonic на YouTube и... Я прям видел, что проблемы с управлением даже там. Я сейчас не видел! Яandar, какая маленькая любимая гляда! Ты можешь даже неять? Я с вами сделать это. Я надо сделать это. Я- 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 поэтому лично мне как-то все равно надеюсь для майнкрафта соником но это все лично мое мнение так что вы можете сами попробовать но лучше бы уж нас на годовщину порадовали новой игрой вот многие и дождались момента когда я начну говорить о новом мультике про соника под названием sonic colors rise of the wisp сделанная к выходу ремастер соника вас ну ладно если серьезно многие верни каждали когда я начну обсуждать новую игру про соника которая выйдет в 1020 втором и Ни хуя не понял. Ну, очень интересно. Я не буду рассказывать о сливах, разве что об одном. У новой игры нет названия, но её название раскрыли. Она будет называться Соник Рейнджерс. Но давайте будем всё-таки воспринимать это как слух, даже если это правда. В самом тизере ничего не понятно, но выглядит очень кинематографич. По сливам игра будет происходить в открытом мире, и у Соника появится новая способность. Которую он продемонстрировал в трейлере. Видимо, буст всё-таки уберут и начнут экспериментировать с новым видом геймплея. Я, в принципе, рад таким событиям. Но это всё слива, возможно, это всё неправда. Вот когда покажут трейлер с геймплеем, тогда будем делать выводы. Я не хочу делать теории и надеяться на то, что игра будет шедевром. Я просто занижу ожидания на случай, если игра вдруг окажется проходником. И вам того же советую. Не ждите чего-то серьёзного. Ну, конечно, хуже форсов надо умудриться что-то сделать. Вот такие вот новости. В основном, такие себе. Мне просто накипело. Надеюсь, вам было не скучно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Всем удачи. И... Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok